Дорогие друзья, добрый день. Мы с вами находимся в преддверии скорбной, печальной даты, но мимо которой мы пройти не можем. С 18 по 24 мая 1944 года была проведена войсками НКВД очень бесчеловечная акция. Выселим целый народ из Крыма. Вы знаете, что не только крымско-татарский народ пострадал в ходе репрессий. Самым большим пострадавшим народом, безусловно, был русский народ. Ещё в 20-30-е годы начались репрессии. Начались они с казаков, со священнослужителей. Потом так называемые кулаки попались под руку, и потом все политические противники тогдашнего политического режима. Что касается крымско-татарского народа, то он пострадал, может быть, даже больше всех, имея в виду, что вернулся в свои родные места позже, чем другие народы, репрессированные в ходе вот этих сталинских мероприятий. Я хотел бы в этой связи вот что сказать. Вы знаете, что ещё в конце 80-х годов в Советском Союзе принимали соответствующие документы, а в Российской Федерации в 1991 году был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Естественно, что крымско-татарский народ в этот документ тогда не попал по известной причине, имея в виду, что сам Крым находился в составе Украины. Но вот теперь, когда ситуация изменилась, вы знаете, что в апреле, 21 апреля текущего года, мной подписан указ о реабилитации крымско-татарского народа, и я очень рассчитываю на то, что он ляжет в основу системных мероприятий, я хочу это подчеркнуть, именно системных мероприятий, связанных с культурной реабилитацией, с политической реабилитацией, связанной с тем, чтобы наладить нормальную жизнь людей, создать условия для поступательного развития крымско-татарского народа на своей родине. В том числе это касается и очень острого, сложного вопроса, но вопроса, который необходимо так или иначе решать, имея в виду должное оформление объектов собственности, включая земельные участки. Я полагаю, что эта работа должна быть проделана и по-другому и быть не может с местными, с республиканскими органами власти. И вся работа по экономической реабилитации, назовём это такими словами, будет проходить на базе, принимаемой правительством Российской Федерации и на основе упомянутого только что указа, федеральной целевой программы по развитию Крыма. Полагаю, что часть, связанная с поддержкой крымско-татарского народа, должна быть существенной и абсолютно конкретной. За предыдущие 20 с лишним лет, к сожалению, мало что было сделано с точки зрения поддержки крымских татар, которые переехали к местам своего постоянного жительства из Таджикистана, Узбекистана, из Казахстана. В общем, мне президент Татарстана, который у вас бывал несколько раз, рассказывал, что люди живут в очень, мягко говоря, скромных условиях. Ни дорог нормальных нет, ни детских садов, ни поликлиник. Ну, в общем, мало что есть, мягко говоря. Поэтому работа предстоит очень большая. Конечно, и в Российской Федерации существуют определённые бюджетные ограничения, но в рамках готовящейся программы все мероприятия, связанные с подлинной реабилитацией, по всем направлениям они будут предусматриваться. Вы знаете, есть только один момент, на который я должен обязательно обратить ваше внимание. Вот он с чем связан. Мы готовы и федеральные власти, и региональные, и, уверен, местные. Мы готовы работать абсолютно со всеми людьми, которые искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к тому, чтобы людям стал жить лучше на этой земле, на своей родной земле. Но ни в коем случае никто, все мы не можем допустить, чтобы крымско-татарский народ стал разменной монетой в каких-то спорах, в том числе и, прежде всего, в межгосударственных спорах, особенно в каких-то спорах, скажем, между Россией и Украиной. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы крымские татары стали разменной монетой. И так настрадались люди уже достаточно за предыдущее десятилетие. И сейчас их ещё вталкивать вот туда, в какие-то спорные вопросы, абсолютно недопустимо. Я понимаю, что есть люди, которые, надо признать, многое сделали для крымских татар, на протяжении целых десятилетий боролись за их права. Но все мы сегодня должны осознать, что интересы крымских татар сегодня связаны с Россией, с Российской Федерацией. И нельзя защищать интересы других, третьих государств, используя крымский татарский фактор. Это пойдёт только во вред народу, это нужно осознать. И наоборот, мы сделаем всё, я хочу это подчеркнуть, всё, что от нас зависит для того, чтобы люди почувствовали себя полноценными хозяевами на своей земле. Безусловно, мы не сможем сделать это эффективно без самих крымских татар, без тех людей, которые искренне заинтересованы в развитии этих территорий, в поддержке граждан, которые там проживают. Кстати говоря, это касается не только крымских татар, это касается всех других представителей национальностей, которые проживают в Крыму. Это и русских касается, это касается украинцев, это касается других репрессированных народов, таких как греков, болгар, немцев, в общем, всех граждан, которые проживают на крымской земле. Вот я ради этого с вами сегодня встретился, хотел подчеркнуть заинтересованность российского государства в решении всех проблем, которые накопились за предыдущие десятилетия, и надеюсь на ваше понимание и на саммитную с вами работу. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо. Спасибо.